Всем привет. У меня вопрос. Какую страну вы считаете более великой? Огромную Россию, у которой есть ядерное оружие, булавы, искандеры, сатаны и прочее. Или небольшую Финляндию, у которых есть, у граждан которых есть, уверенность в будущем, лучшие в мире школы, один из самых высоких уровней жизни на планете. Или допустим Северная Корея с великим вождем и маленький-маленький Люксембург, где пенсия составляет 3-4 тысячи евро. Так какая из этих стран более великая? И что такое вообще величие? Россия рассказывает, или точнее пропаганда России и ее пришивый вождь рассказывает своим гражданам о своем величии. А скажите мне, в чем величие-то? В ракетах? Нет, мне кажется, величие должно быть в уровне жизни, в обеспеченности пенсионеров, в защите прав ребенка. А на территории России у населения нет прав, вообще нет прав. Я хочу привести пример, случай из Хабаровска. Хотя это типичный случай, таких миллионы и миллионы. Оглянитесь вокруг себя, и вы увидите, что все действительно так. По каким показателям Россия все-таки впереди планеты всей? Можете мне сказать? Ну а пока про Хабаровск поговорим. В Хабаровске бабушка несколько лет избивала и унижала внука. Это не строка из уголовной хроники. Это история, самая суть того, как в России калечат детей. И как эта практика продолжает воспроизводиться в каждом новом поколении. Прослушайте и задумайтесь. А еще лучше поделитесь этим видео, пусть другие задумаются. Жила в Хабаровске, да и живет в Хабаровске семья, двое детей, их мать и ее мать, то есть бабушка детей. И каждая, каждая деталь жизни этой семьи это лютый беспросветный кошмар. Бабушка била внука и издевалась над ним, потому что ненавидит всех мужчин, а также потому что алкоголичка. Мало таких семей? Нет, достаточно много, оглянись вокруг. Мать детей, конечно, была в курсе, но ничего не делала, вообще ничего. Годами жила с этим, как с нормой. История вскрылась, так как следы побоев заметили. Наконец-то заметили после нескольких лет. В школе на загнивающем западе не только синяки бы заметили, там замечают настроение у ребенка и спрашивают, почему же у тебя такое плохое настроение? Вот как-то так. Так почему же стало возможным вот это многолетнее издевательство над ребенком? Да потому что такую семью путинское государство всячески ограждает от внешнего надзора. Какая вам ювенальная юстиция? Какие права детей? Нельзя вмешиваться. Мы же не гнилой запад. У нас традиционные духовные ценности. Обратите внимание, в этой семье вообще нет мужчин. Ни одного. Ни только отца детей не имеется. Ни одного из двух дедушек тоже не наблюдается. И это обычное дело для России. Разве не так? Ну а пока Путин балаболит про родителей номер один, номер два на западе, А в российской семье родители это чаще всего не мама и папа, а именно мама и бабушка. В миллионах семей никаких других родителей нет и никогда не было. И это абсолютная норма. И это каждый из нас знает такие семьи. Не правда что ли? Бабушка, которая избивала внука, она сама растила свою дочь без мужа. Ну, поэтому она и ненавидит всех мужчин. А потом и с дочерью произошло то же самое. Это передается из поколения в поколение. Но государству все равно. Его же ракеты интересуют. И другой мир. Ни государству, ни Путину. Нет дела до собственных граждан. Никакого. Собственные граждане не интересуют совсем. Но вот зато озабочены все. И Путлер, и государство. Гей браками на западе. Родители номер один, номер два. А у себя не хотите навести порядок? При этом, как видим, даже отсутствие мужа-алкоголика не значит, что в семье нет домашнего насилия. Наоборот. Насилие всюду. В миллионах таких вот семей. Каждый день по всей стране. А почему так происходит? Это потому, что общество в России остается вертикальным. Помните? Вертикаль власти. Вот так же и дома. В любой ячейке общества. В семье, например. Постоянно устанавливаются отношения. Главный и подчиненный. И устанавливаются они, как правило, именно силой. Тупой физической силой. Семейные ценности в России? А какие они, семейные ценности? Вот объясните-ка мне. Но зато под запрет в России попадает какая-то мифическая ЛГБТ-пропаганда. Есть она эта пропаганда? Хоть где-то. Покажите мне ее, пожалуйста. А вот реальное повсеместное домашнее насилие – это не криминал. Это нормально для российской глубинки и не только глубинки. Все ведь прекрасно знаем, как полиция реагирует. А точнее, совсем не реагирует на обращение по этому поводу. Ну, семья, сами разберутся. Доходит до того, что вызывают полицию. Они говорят, ну вот когда убьет, тогда и приедем. И убивают результат. А результатов этих по всей стране миллионы. Ребенок годами подвергается побоям, издевательствам. Он искалечен психически. И очень может быть, что лет через 10-15 он сам станет избивать свою жену, своих детей. И все повторится. Да оно и повторяется. Постоянно. Это – оглянитесь вокруг. Разве вы такое не видите? На западе, на загнивающем западе, такое произойти не может. Но вам это не нравится. Это нехорошо. Вмешиваться в семью. Пусть муж избивает жену. Пусть родители бьют ребенка. Вам – это семейные российские ценности. Их надо оберегать. Так, по вашему мнению? Какое-то неандертальское общество. Дикое, мрачное. И в российских семьях это продолжает воспроизводиться в каждом и в каждом поколении. Не меняется ничего. Десятилетиями, веками ничего не меняется. А что сейчас предлагает путинское государство? А путинское государство криками про уникальную цивилизацию, традиционные ценности, еще и индульгенцию выписывает этому мракобесию. Поэтому дальше каждый год в российских семьях будут убивать тысячи и калечить десятки тысяч людей, детей, женщин. Так будет и так есть. Скажите, в чем я не прав? Вы не видите взбешенных родителей, которые бьют своих детей на улицах? К сожалению, YouTube не разрешает показывать такие ролики. Их тысячи. Это только ролики. Это только зафиксировано. На самом деле их миллионы. Вы такие традиционные ценности и такой русский мир хотите предложить миру? Нет, мир давно ушел вперед. Из мракобесия, из средневековья. И только Россия стремится обратно, не вперед, а вглубь веков. О чем Утлер всегда и говорит. На загнивающем и умирающем Западе каждый случай, когда обижают ребенка, обязательно не останется без внимания школы, власти, общественных организаций. Мне вот такие ценности дороже. Я хочу знать, что мой ребенок самостоятельный, что его никто не обижает. К сожалению, население территории никак не стремится стать добрей. Ведь население само не имеет прав. Поэтому какие права могут быть ребенку? Фюрер, фюрер, главный. Все, на этом все решено. Решение принимает сильный, но не обязательно умный. Сильный может быть и подлым, и хитрым, но он принимает решение. А общество, российское общество, если это можно назвать обществом, с этим смирилось. Население территории, оглянитесь вокруг себя. Так ли вы правильно живете? Так ли вы хорошо живете? Великая страна? В чем она великая? Еще раз спрашиваю. Скажите мне, в чем ваше величие? Ну а пока, всем всего доброго, синего неба над головой. Украина обязательно победит. Несмотря на все происки путинского фашизма, Украина будет нормальным, правовым государством с человеческим лицом, как раньше говорили. А вот Россия, не знаю. Поделитесь, пожалуйста, этим видео. Еще раз, всем всего доброго. Субтитры сделал DimaTorzok